На повестку дня было вынесено семь вопросов. В ходе заседания Эрик Пухаев сообщил о повышении заработной платы госслужащим. Подчеркнул, что необходимо в кратчайшие сроки представить правительству всю информацию по штатному расписанию и численности работников органов государственной власти. По заданию президента Анатолия Бибилова, надбавки получат и сотрудники Госдромтеатра. Предлагается установить размер надбавки вместо 50% – 100% от ставки работников Госдромтеатра. Министр финансов рассказала об основных параметрах, подчеркнула, что расходов больше, чем доходов. Дефицит государственного бюджета составил 572 миллиона 679,5 тысяч рублей. Для дефицита у нас есть соответствующие остатки. Каждый раз, когда я докладываю об очередном квартальном исполнении бюджета, мы говорим о том, что есть остатки на начало года. По разным причинам они складываются и, соответственно, направление, по которому они будут использованы. По сравнению с фактическим исполнением 2017 года у нас есть превышение почти на 305 миллионов. Из них, то, что мы называем обычно, уважаемые коллеги, собственными доходами – это налоговые и неналоговые доходы. Здесь появился еще подпункт «Появился безвозмездные поступления от негосударственных организаций». Здесь у нас исполнение составляет 1,508,613,000 против плана 1,315,343,000. Таким образом, исполнение по собственным доходам составляет 114,7%. И рост по сравнению с прошлым годом – это примерно 414,5 миллионов рублей. То есть примерно на 38% у нас собственные доходы в этом году больше, чем в 2017 году. Расходы, уважаемые коллеги, 8,79,792,000 против плановых – 8,979,999,000. И это составляет 90% от всех расходов, которые предполагалось произвести. Доклад об утверждении порядка предоставления из госбюджета Республики Южная Сетия субсидий в 2019 году государственному унитарному предприятию «Ирагропромсервис» с целью возмещения недополученных доходов в 2019 году в связи с государственной поддержкой фермеров и населения Республики Южная Сетия при оказании сельскохозяйственных услуг, представил министр сельского хозяйства Лев Пухаев. Министр отметил, что субсидии предоставляются предприятию на безвозмездной и безвозвратной основе. «Недополученные доходы предприятия вставляют разницу между доходами, которые оно могло бы получить при оказании сельскохозяйственных услуг фермерам и населению по экономически обоснованным тарифам и утвержденным тарифам 2016 года. Министерство сельского хозяйства полномочено в оказании помощи предоставления субсидий и проверки сельского использования полученных денежных средств». Насчёт вопросов, касающихся порядка предоставления из госбюджета субсидий, председатель правительства Эрик Пухаев подчеркнул, что порядок и сроки были определены на заседании правительства. «Март заканчивается. Это уже второй раз замечание, что вы поздно представили свои расчёты, в том числе и Минсельхоз, и Связь, и Паштово-Телеграфная служба. Этот порядок мы должны были ещё в конце года представить, чтобы вы во время получили свои субсидии. И мы в марте сейчас решаем вопрос субсидирования его профессионалов. Вот на будущее зону, что в конце года, на 20-й год, декабрь, размах, она уже порядок. Председатель Комитета связи и массовых коммуникаций Республики Южная Сетья Хасан Гигулаев вынес на обсуждение два вопроса, которые касались порядка предоставления из государственного бюджета Республики Южная Сетья субсидий. Министр финансов Аза Хабалова вынесла ещё два вопроса, касающиеся выделения денежных средств из резервного фонда правительства Республики Южная Сетья. Эти средства пойдут на дорожные расходы детям, которых отправят в Международный детский центр «Артек» и во Всероссийский детский центр «Орлёнок» для участия в различных мероприятиях. А финансовые средства в размере 100 тысяч рублей будут выделены двум погорельцам, имущество которых полностью сгорело. Это жители сёл Залда и Едес. Алена Уттайва, Айда Кочиева. Информационный выпуск сегодня.